всем привет дорогие мои механики с вами charger на канале gaming charge у нас сегодня игра называется скраб механик если перевести получается как-то странно лом механик так нажимаем новая игра кстати блин жалко но блин нельзя менять язык интерфейса игра на английском так что давайте пойдем дальше надо тут написать название нашего мира до название нашего мира я напишу остров вождения driving driving island наверное правильно написал хрен его знает ну несусь давайте сейчас уже загрузимся посмотрим войдем посмотрим что за мир у нас какая графика так значит первая хрень у нас вот это вот открываем это у нас получается help то есть что да как как и все это дело работает то все так значит вот тут принципе блин подробно все здесь сказано я не вижу смысла блин там углубляться в это как построить что делать как развернусь как повернусь там короче здесь здесь написано все что в общем можно сделать все что возможно вытворить вообще здесь смотрите вообще блин до хрена построек всяких здесь можно ли и летающие аппараты и блин шагающие аппараты делать и можно блин на колесах что нибудь сделать но сегодня мы будем делать конечно в первую очередь что-то такое на колесах технику какую-нибудь смотрите можно ворота делать видите электрические ворота типа такие вот класс вообще блин смотрите это получается коммутатор такой да я не знаю точно это коммутатор или нет но я так предполагаю потому что все это дело очень похоже на коммутатор ладно давайте давайте ставим данк рад все данк рад поставили кстати данк рад можно управлять стрелочками клавиатуры вот видите опа на так значит и надо вот в первую очередь поставить платформу кстати можно открыть инвентарь на кнопку ай английскую и здесь просто хреново туча всяких запчастей потому что здесь можно можно даже постройки строить то есть ворота те да вот были в хелпе где мы смотрели в помощи можно вот эти ворота поставить там я не знаю замок какой-то или огромный гараж какой-то ангар строить поставить электрические замки очень прикольная игра очень прикольно блин ну игра еще в разработке кстати да скажу я вам так что блин многообещающая игра я так предполагаю будет я бы вот реально хотел бы такого вот берем вот такую вот платформочку обязательно надо данк ради надо все это дело вот так вот еще одну полосу надо тут замутить так значит сейчас это вот что мы сейчас строим это будет вот держателем амортизатора короче вот реальную подвеску арку строим вот вот что мы сейчас строим это будет типа вот опора до опора амортизатора то есть чашка амортизатора типа вот так берем амортизатор посту здесь есть и спортивные амортизаторы и есть оффроуд амортизаторы то есть эти плавают получше так можно сказать двигаются получше так что я поставлю все-таки внедорожные амортизаторы кстати это у нас будет задняя часть нашей машины. Так что я здесь поворотный механизм не буду вставлять. Так. Это у нас будет задняя подвеска. Здесь можно поставить в принципе вот такого цвета хочу я поставить. Так. Значит. Поставим здесь. Немножко повысим сейчас. Так. И так. Ага. Потом. Потом. Надо вот если вот шины ставишь. Короче. Вообще поворотный крутящий механизм надо вот так вот. Берем вот эту штучечку. А потом на него ставим шину. То есть колеса. Взяли поставили. Сейчас все. Она будет уже у нас рабочая. Поворотный механизм также будем вставлять. Ладно. А не. 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 Я не хочу. Правой. Кстати. Правой кнопкой мышки можно убирать предметы. Нет. Я не хочу сзади такие колеса ставить. Я хочу сзади вот помощнее что-то поставить. Вот. Вот такое вот буду ставлять. Поставлю. Замечательно. В принципе у нас сейчас полностью рабочая задняя подвеска получилась. Давайте сейчас машинку немножко опустим. да. И у нас машина что-то как-то вот короткая получается. Давайте сделаем вот что. Мы немножко удлиним ее. Вот так вот. Ага. Вот так вот удлинили. В принципе знаете для хорошего баланса надо нам будет вообще-то не удлинять с той стороны а вот с этой стороны хвостик такой сделать чтобы баланс веса тоже был. Кстати здесь в игре существует баланс веса. Мы это сейчас проверим. Вы посмотрите как все это дело работает. Так. Здесь вот просто есть еще одна проблемка. К примеру. Сейчас покажу. Вот так. Поворотный механизм да. Поставили. И прям амортизатор нельзя поставить на поворотном механизме. Тут надо вот кубик поставить какой-то да. Вот такой. А потом амортизатор. Это очень хреново. Потому что смотрите. Сейчас вот у нас по колесам да. Задняя подвеска получается чуть ниже чем передняя. Сейчас я это наглядно вам покажу. Ну чтобы все видно было. Ясно было о чем речь. Так. Сейчас ставим колесо. То же самое. и смотрите. Смотрите внимательно что сейчас у нас будет. Дисбаланс. Вот. Смотрите. Вторая шина еле коснулась. Да. А передняя подвеска уже вон блин под землей. Вот вот эту хрень надо блин вот от этого кубика просто надо избавляться. Потому что она здесь просто бессмысленная. Идиотизм полный. Ну это я хотя нет и знаете я не считаю что это какая-то ошибка да потому что игра еще в разработке тут блин до хрена всего может измениться. Так что все нормально. Но хотелось бы чтоб такого не было. Понимаете хотелось бы избавиться от этой проблемы потому что машина всегда в дисбалансе получается. А для этого блин сделать передний передок повыше чем задок блин это вообще дебилизм получается какая-то какой-то или можно будет в принципе сохранить в ровне это в ровне да так но поменять шины то есть шины поставить поменьше спереди так и уже поставим все остальное так я хочу вот вот такую вот красивую вот хрень поставить ну сейчас блин нормальную машинку сделаем красивую такую мы не будем блин уродство какое-то делать ну хоть постараемся фигово знать постараемся сделать красивую машинку такую так так здесь три здесь вот так вот закрываем давайте сейчас посмотрим что у нас вообще в инвентаре есть так я возьму вот эту штучку возьму еще вот эту штучку так это у нас получается а кстати кнопка Q это вот крутит вертит и все такое о не так поставил извиняюсь так вот так вот нам надо вот так вот все вот вот и у нас это вышла решетка радиатора еще одну снизу поставим хотя давайте еще спереди тоже поставим я думаю так лучше будет все это дело выглядеть так поставили еще одну вот здесь вот поставим дальше значит нам нужны будут фары вот они у нас фары поставим сюда фары значит я хочу поставить в принципе вот сюда вот такие вот у нас будут фары а кстати я знаю что сейчас сделать буду вот сделаем вот такой вот бампер еще одна вот здесь пусть здесь вот реально на реальную машинку начала вот идти похоже да похоже похоже на реальную машину так значит что там дальше дальше давайте сделаем вот так вот да и закроем вот это место ну это будет у нас такой дизайнерский ход в принципе здесь я впереди движок не буду вставлять я движок сзади поставлю ну то есть не сзади хочу сбалансировать на заднюю подвеску поставить двигатель чтобы вот все было в балансе у нас так то ага все поставил тут кстати баланс блин очень важен тут это развесовка да так такая есть вообще существует так вот замечательно баланс веса тут блин явно видно и надо держать что дальше что у нас дальше так вот брутальный внедорожник у нас будет очень красиво получается так так что еще еще надо будет как-то как-то надо будет здесь как-то сделать так ой не то нет давайте поменяем запчасти возьмем попробуем что-нибудь другое поставить здесь потому что это мне не нравится это что такое интересно я тут не все пробовал честно скажу так что если что извиняюсь не все детали я пробовал что такое у нас это типа железная конструкция да такая и мне как-то кажется она рабочая получается или фига узнать ладно ладно давайте дальше так сейчас давайте вот это вот сюда забабахаем она молча нормал выглядит на отлично наша тачка замечательный видок да дальше дальше кстати я здесь заметил запчасти такие прикольные есть очень очень прикольно выглядят вот к примеру вот эти блин о ну как будто на двигатель похож вот так то где а ну тут поставим здесь тоже прикольно смотрится че нормально так а здесь можно будет еще забабахать вот так вот и можно будет вот эту верхнюю снять вообще да верхнюю снимем так дальше что дальше давайте посмотрим что еще здесь у нас вообще есть так что это такое интересно это я думаю тоже нам понадобится вот эти трубы тоже хочу взять вот это что а это типа замок да вот тут вот смотрите еще такие трубы есть такие трубы есть вот такие есть ну сейчас испробуем посмотрим что как вообще что это такое это у нас получается деревянный ящик что ли или что это такое что у нас тут такое это что у нас а ну ящик с чем то непонятно с чем но все таки ящик какой то так так значит сделаем вот так вот сделаем вот так вот чтоб покрасивее все было выглядело а давайте что давайте вот этот ряд вот снимем да и поставим здесь вот такую вот что вообще красиво было кстати ощущение такое как будто вот эти детали металлические вот звук такой как по металлу долбят интересно вот все это дело сейчас как раз посмотрим будет влиять на вес машины мне очень интересно так щелей никаких не должно быть все должно быть очень красиво и гармонично вот все как мы любим все как надо отлично вышло все так значит давайте знаете что давайте вот поменяем вот эти детали потому что здесь я думаю шины будут опираться так вот сделаем во время поворачивания шины будут упираться так значит это тоже убираем это тоже убираем ставим вот такое и и вот такое не знаю сработает или нет но проверим посмотрим что там так значит что дальше дальше давайте сделаем вот что то вот в этом роде да вот такой вот внедорожник у нас будет так потом вставляем вот эти трубочки и все и дело с концом вот у нас такой вот внедорожник вышел чтобы блин если что машину развернула опрокинула чтобы башкой не треснуться в землю а тут у нас вот такие вот штучки поставим ну что нет это у нас будет типа бензобака что ли вот так вот а не в принципе красивая фишка что пусть будет так так это что у нас было вообще что то я не понял честно скажу а ну ка понятно я знаю что это у нас будет это у нас будет что-то типа глушителя вот что это у нас будет или не будет а ну да вот здесь поставлю раз два раз два так значит вот вот эти штучки в принципе давайте вот эту хрень то снимем отсюда ладно и вот сделаем вот что-то в этом вроде да нет нет так некрасиво было вышло ну так более-менее ничего так сейчас что так вышло что дальше как все это дело связать между собой можно связать вот как значит так это у нас рулевое управление связываем с поворотным механизмом это очень важно без этого машина не будет поворачивать потом управление связываем вот видите двигатель стоит с двигателем связываем управление потом из с двигателя крутящий момент даем по колесам можно здесь полный привод сделать можно передний чисто привод сделать вообще как вам удобно можно вообще летающий турбинный привод сделать я вообще не знаю как хотите дальше что дальше управление даем вот к радио я радио в первый раз честно говоря использую я вообще без понятия что с ней как вообще она работает мы это дело проверим мы это дело проверим и плюс к этому всему настраиваем двигатель двигатель поставим на медленную сейчас чтобы опробовать нашу машину ну все ну все в принципе она у нас машинка готова убираем дократ вот видите баланс гребаный плюс у нас жопа слишком тяжелая получилась задняя часть машины блин до жути тяжелая ну ничего ничего давайте мы сейчас посмотрим как она вообще едет едет не едет у него силенок не хватает получается или может колесо зажато давайте сейчас посмотрим может очень может быть что у нас колесо зажато знаю у меня такие ощущения были хотя привод полный машина должна была ехать а кстати очень может быть это не из-за зажатости а просто мотор не тянет весом у нас дофигище у нас веса получается ладно давайте мотор на максимум поставим а я понял почему так блин я понял здесь надо вот это вот исправлять сейчас смотрите половину колес у меня назад типа крутится правой кнопкой кстати наводим правой кнопкой половину вперед поэтому машина вообще не едет вообще она разрывается то есть между вперед ехать и назад ехать поворотный механизм тоже исправляем сейчас она будет ехать вот видите но баланс веса блин ну вообще жуткий баланс нет так нельзя давайте сделаем вот что я хочу вот убрать вот этот ящик да убрать хочу радио сейчас посмотрим да опять машина в дисбалансе плюс к этому тут разные это подвеска же блин по разному тут передняя более высокая чем задняя уберем шину видите явно разница явная разница все это дело давайте тоже уберем сделаем жопу машины полегче о ну че нормал вообще тачка просто зашибись конечно дизайн немножко хромает потому что блин заднюю часть мы все это сняли ладно фиг с ним давайте сейчас поедем посмотрим так то у нас сейчас получилось суровый такой брутальный внедорожник о смотрите передок тянет а я забыл блин там задний поставить ой ой ух ты блин нифига долбанулся так 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 значит что мы дальше делаем а я забыл тут поворотный этот механизм поставить поэтому задние колеса вообще не крутились абсолютно не крутились поэтому все так через жопу было все садимся за руль и поехали ой ой нифига у нас машинка резвая такая это получается опять с балансом проблема да блин а я знаю как это исправить а ну подождите сейчас я передок потяжелее сделаю вот так вот ага я думаю проблема а нифига подобного нифига подобного подобного тяга машины блин он сзади толкает аж так блин что передок прям блин наверх прыгает а я знаю давайте знаете что попробуем попробуем ой блин опрокинулись поднимаем снимаем данкрат так и садимся за руль сейчас посмотрим ну уменьшили конечно сейчас машина еле двигается но зато блин она тормозит кстати надо ой надо эту хрень убрать отсюда так о смотрите хорошо вообще поворачивает машина у нас сейчас она намного сбалансирована чем тогда намного очень хорошо едет вообще без проблем стабильно так гладко едет машина ноль проблем давайте чуть-чуть мощности добавим а то блин как-то она вяло едет но это неплохо конечно для стабильной езды но повеселиться маловато получается веская разница уже машина блин по воздуху вон летит прости оба на перевернулись ой ой оба на вот это да вот это у нас в общем мощный такой внедорожник получился оффроуд баги прям не побоюсь даже этого слова оффроуд баги кстати про графику блин графика прикольная блин опять графика очень прикольная такая ну своеобразная но блин нету там знаете анимешного этого мне нету я не люблю аниме поэтому вот мне не нравится просто когда вот слишком мультяшно все это анимешное такое не нравится на нервы действует и ну само собой мультяшно все выглядит нереалистично но прикольно хорошо смотрится блин глаза не устают позитивное настроение появляется когда вот ездишь там не знаю ходишь шагаешь вот она граница карты так что карта у нас пока что небольшая еще раз повторюсь игра еще в разработке так что здесь очень очень многое очень может измениться очень может быть ну что ж давайте на этом все закончим уже в принципе блин игра мне очень понравилась замечательная игра веселая такая и плюс к этому блин у кого вот есть внутри скрытый инженер такой блин он может его реально выпустить наружу и вот просто взять и сконструировать конструировать конструировать всякие разные там техники может вот экспериментировать посмотреть что может он сделать какое ну физика физика реально тут существует тут все очень красиво сделано грамотно сделано и главное вот все работает и огромный плюс игры блин мне вот это очень понравилось сама по себе концепция игры очень такая получается типа сложная да на первый взгляд но блин здесь очень простое управление очень простое управление можно вообще в общем-то любой может взять войти в игру и сразу построить что-нибудь все логично все предсказуемо мне вот в этом плане очень понравилось все это дело очень хорошо сделано очень все хорошо продумано в общем-то играйте в эту игрушку не пожалеете всем пока всем удачи будьте здоровы с вами был charger на канале gaming charge не забудьте кстати подписаться на мой канал плюс если понравилось ставьте лайки я буду очень доволен и рад всем пока пока